Я не могу сказать, что я психолог, потому что у меня нет психологического образования, у меня есть экономическое образование, у меня есть бизнес-образование, я продолжаю учиться этому, и так получается, что, наверное, никогда не закончу, потому что так все быстро меняется, что то, что ты выучил в университете, это уже во многом устарело, а то, что сейчас появляется новое, вот только-только-только стараюсь схватить, понять, какие технологии, какие тренды, потому что в результате есть компании, которые очень технологичны, которые зависят от инновации, и зависят от того, как использовать то, что происходит сейчас на рынке, для того, чтобы вырваться вперед и быть лидером. Лидерство – это такой забитый термин, его используют часто, это говорят и о политических лидерах, и говорят о том, что, наверное, это и руководители бизнеса, вот при этом человек, будучи политиком, он может не быть лидером, а руководитель тоже может не быть лидером. И у меня есть простое, моя дефиниция, мое определение, что это такое. Лидерство – это когда не все равно. Поэтому, когда человек встречается со мной, и он уже зрелый, действительно, там не нужно его учить, потому что у него уже есть богатый опыт и так далее. При этом посмотреть, какой опыт ему мешает, его же, а какой опыт у него, какого опыта не хватает, или, может быть, что нужно немножко переставить местами, для того, чтобы это заработало. Если говорить о моих клиентах, часто это программисты, IT-компании. И бывает, они рассказывают, что программа может не работать, если написана всего лишь одна строка кода неверно, с ошибкой. Вот меняешь только одну строку кода, и там все срабатывает. Сейчас руководители сталкиваются с очень интересной… Я не могу сказать, что они не сталкивались и ранее, но просто вот прямо сегодня, может, они сталкиваются с очень важным таким моментом, с ситуацией, характеристикой, которая сейчас есть в наше время. Они уже не успевают за теми изменениями, которые происходят. И если раньше они могли быть, вот я один большой босс, я контролирую, я управляю и так далее, сейчас один человек сам не успевает за изменениями во всех сферах. Маркетинг, производство, реклама, финансы, работа с людьми и так далее, так далее, так далее. Что это означает? Это означает, что в компании важно, чтобы появлялось больше людей, которым не все равно, которые могли бы отреагировать и вежливо, и, может быть, иногда, может быть, не очень вежливо, смотреть, какой клиент, да, при общении с клиентами. Один человек, который раньше был локопонтивом, сейчас часто превращается в бутылочное горлышко, узкое место, и в результате становится, ну, увы, тормозом. И я помогаю им вырастить людей, которым можно было бы отдать больше полномочий, больше ответственности. В нашей стране, на нашей территории вообще, лидерство истреблялось. Все те люди, которым было не все равно, их расстреливали, сажали, лечили и так далее, так далее. Поэтому сейчас основная проблема, которую я слышу от руководителей, от своих клиентов, они говорят следующее. Мы бы рады отдать, делегировать кому, да, и научить можем, но они не хотят, нету запроса у людей. А научить нельзя, можно научиться. То есть люди должны сами захотеть что-то сделать, развиваться. Часть руководителей, они вообще не хотят, чтобы были лидеры, потому что они привыкли контролировать. А контролировать чаще, проще людей, которые не поднимают голову, которые, ну как, работают работу, да, то есть по сути рабы. Единственное, что потом они жалуются, что от них не добьешься никакой инициативы, да что там инициативы, ответственности даже не добьешься. Поэтому я думаю, что постепенно мы будем приходить к тому, что у нас будут абсолютно разные предприятия, при этом у нас будет появляться все больше предприятий и организаций, в которых будет определенное взаимодействие между сотрудниками. И лидер, он скорее будет занимать позицию где-то дирижера. Он, может быть, даже не будет ни на чем играть, но он будет играть очень важную роль, а именно организовать, координировать их, вдохновлять так, чтобы остальные лидеры могли выйти на сцену, могли показать класс, могли показать свой профессионализм. Почему у нас такая ситуация в стране, когда, с одной стороны, огромная безработица, с другой стороны, большое количество вакансий? То есть тут получается, что есть люди, единственное, что они хотят получить должность под те компетенции, под те знания, которые у них есть. А бизнесу это уже не надо. Уже он ушел, экономика меняется, он ушел вперед. Получается, важно, чтобы были новые люди, люди с новым образованием. А эти люди пока не готовы переучиваться. Не всегда, но часто не готовы переучиваться, не готовы овладевать чем-то новым. Потому что была в университете, спасибо, хватит. Был в школе, хватит, спасибо. А тут получается, что школа длиною в жизни. Я проводил семинар вчера, назывался «Ошибки руководителя». И мы с участниками, с руководителями пришли к одному интересному выводу. Каждый бизнесмен, он успешен по-своему, своей стратегией, своей какой-то модель развития. А ошибки делают все одинаково. Например, дисбаланс между тактикой и стратегией. Хочется заработать сейчас. И это означает, что нужно делать упор на продажи, 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 продажи. И, в принципе, если вы знаете, уже, может быть, стирается, но вспомните, такие торговые марки, как Nokia или Kodak, это были огромные компании, которые как раз были чуть ли не монополистами на своих рынках. Они продавали. И потом что? И потом проспали инновацией. То есть, получается, когда есть фокус только на тактику, но нет фокуса на стратегию, вы можете выиграть бой, выиграть бой, выиграть бой и проиграть войну. Я стараюсь сейчас менять форматы обучения, образования и делать так, чтобы руководители скорее сами умели учить, наставлять. Вот я думаю, что в наше время, в котором нужно учиться, разучиваться и снова учиться, абсолютно нормально будет, если ты еще и учишь. Если вы посмотрите сейчас на то, что сейчас происходит, очень много разных руководителей начинают выступать на конференциях, начинают делать сами семинары. И это прекрасно, потому что у нас до этого в основном тренеры были теоретики. Сейчас становятся консультантами практики, у которых есть уже опыт большой. Единственное, что эксперты не всегда хорошо учат. Они обычно, наоборот, очень критичные и это не помогает обучению. Поэтому я где-то вижу свою задачу в том числе, чтобы им помогать учить, потому что в моем понимании настоящий лидер – это тот человек, который делает лидеров. Когда ко мне обращаются, я шучу, что, наверное, ко мне обращаются примерно тогда же, когда обращаются и к сантехнику, и к стоматологу. Это тогда, когда уже поздновато. Поэтому, безусловно, часть запросов, часть работы, которую я выполняю, она похожа на кризис-менеджмент. И вот здесь как раз очень важно не просто потушить пожар, а выйти на то, почему это случилось, почему было возгорание, какие были причины, и сделать так, чтобы его больше никогда не повторялось, чтобы не было предпосылок для этого. При этом иногда бывает так, что люди приходят, и мои самые любимые клиенты это банкроты, которые были банкротами дважды. Потому что они уже знают, что все, что они, в чем они были уверены, они уже не так уверены. Они более открыты, готовы слышать, слушать. И в результате мы работаем скорее на перспективу. Мы работаем над тем, как удерживать баланс между тем, чтобы быть успешным сейчас, и при этом быть успешным и завтра. Как соблюдать устойчивое развитие для организации, для своей личности, для своей семьи. Все больше и больше количество людей есть, которые понимают, что на государство, конечно, можно рассчитывать, и при этом здорово что-то и самому сделать. И они начинают делать свое дело, свой бизнес. Они создают рабочее место себе, они создают рабочее место своим друзьям, другим людям. И этих людей тоже нужно научить. И этих людей тоже важно везти куда-то. Потому что сейчас, если вы открываете какое-то дело, и вы хотите, чтобы там был небольшой какой-то бюджет, вы набираете студентов. Да, безусловно, им нужны деньги. Всем нужны деньги. Но при этом сейчас большой запрос идет не только на это. Если раньше был запрос, какая зарплата будет, сейчас важно объяснить, какая зарплата будет, а еще важно объяснить, почему мы делаем что-то круто, в чем здесь смысл, в чем здесь ценность, в чем здесь суть. А с этим иногда бывают проблемы, потому что люди не знают, а в чем вообще, зачем я это делаю. Просто заработать деньги, я считаю, что лидерство, вот не как должность, когда не все равно, это сродни гражданскому обществу. Потому что мне кажется, что каждый, ну, может быть, не каждый, но мне бы очень хотелось, чтобы большее количество людей, большему числу людей в нашей стране было не все равно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова